Смотри, а тебе не кажется, что вот, мы тоже с супругой сегодня обсуждали перед эфиром, и она говорит, вот помнишь 2014 год, было ощущение, что там нас изнасиловали, ну в том плане, что это произошло вот так вот быстро, неожиданно, ну и фактически никакого сопротивления не оказали, и это было сложно принять, да? То есть многие просто до сегодняшнего момента не принимают это. А мой контратезис заключается в том, что сейчас будет проще принять, потому что оно оказалось в сопротивлении, достойное сопротивление, по большому счету ХАС, ну не только ХАС, мы тоже это все говорили 250 раз, что учитывая наш уровень организации социальной, ну то есть никакой реально, и учитывая тот результат, который мы имеем на текущий момент, благодаря героизму и благодаря поддержке Запада, то, ну в общем-то, 80% территории по-прежнему остается за нами, и это, ну это огромный, огромный результат, это огромное достижение. И, ну в принципе, вот как сознание человека, оно принимает вот в такую ситуацию, потому что одно дело, когда ты, ну когда у тебя забрали там, и ты не сопротивлялся, а другое дело, когда ты сопротивлялся, у тебя что-то забрали, но при этом ты там свою часть песочницы там условно отбил. Да. Это проще, но в моем понимании это более просто с точки зрения объяснения, объяснения вот такой вот опасной ситуации, потому что ты, ну можешь соотнести там ресурсы врага, ты можешь соотнести ту ситуацию, в которой ты находишься, свои возможности, объективно это взвесить и прийти к необходимому решению. Такой вариант возможен, если кто-то возьмет на себя такую роль, кто-то поведет в эту сторону, потому что ты сказал вот такую фразу, переосмысление врага, а что это значит? Это что значит, надо будет сказать, что Россия технологически сильна, Россия организационно сильнее, Россия в плане сплоченности населения сильнее, надо будет эти все вещи сказать. А как это стыкуется о том, что там на болотах? То есть это возможно, можно и нужно было бы это делать, переведя в то, что это сильный враг, и мы выстояли, и 80% территории, это мы же как бы делаем теперь позитив, и на этих 80% территории мы выстроим, тогда да, я с тобой полностью согласен, это можно как бы сплотить. Это та интерпретация, вокруг которой можно выстроить… Будущее можно выстроить, то есть можно сплочение сделать, то есть мы выстояли 8%, теперь давайте нам нужно какой-то… Мы молодцы. Да, и тогда тоже выйти в Зеленский и рассказать какой-то план, что мы за 10 лет, каким мы станем. Но мы знаем, что он говорит. Вот мне вот это печалит, что по факту это можно сделать. Это делалось не мы тут первые. Я почему первый вариант все-таки вот больше рассматриваю, потому что это вот так вот, как ты сейчас говорил, этого никто делать не будет. Вот я не верю, что кто-то… Вернее, как, давай так. Я не вижу кого-то и какую-то тенденцию, чтобы сделать так. А сделать так можно. Ну реально можно. Потому что даже в переосмыслении России как врага, одно дело ты их делаешь чмобиками и болотниками, тогда вопрос тогда получается, ну понимаешь, в чем позор. Как только ты сделал вот их такими, и они захватили 20% территории, то кто мы тогда? А если ты делаешь, говоришь о враге, как опасном враге, злом враге, думающем враге, предступном там, да, то есть сильном, и мы отстояли, а хотели они уничтожить всю страну. Ну то есть идея Путина, а вообще украинская идентичность должна исчезнуть полностью. Типа выдумки, все. А мы отстояли, да, то есть тогда, да, мы на фоне врага, который сильный, мы оказывается не слабее, как минимум, выставили там. Но это же переосмысление, это же надо Россию переосмыслить. Ну да, ну как финны переосмыслили, как поляки переосмыслили. Как финны переосмыслили, как поляки переосмыслили. А у нас такая тенденция, у нас вот эта вот вся патриотическая... Как Азербайджан переосмыслил. Да, вся патриотическая блогерская контора, она продолжает ахинею нести по поводу России, что это болото. Ну, стрим. Я просто думаю, вы тоже. Я предлагаю, в принципе, концентрироваться не на защите, а на нападение. Нападение в том плане, что нападение на мозги большинства, их переформатирование, и не ориентироваться на вот это, что они там патриотические блогеры, это вся пиздота, она начнет рассыпаться в тот момент, когда появятся контуры поствоенного устройства. Ну, опять же, вот я вот за этот вариант, который ты сказал, я считаю, первое, второе, я считаю, что... Потому что он здоровый. Он здоровый, он реалистичный, его можно сделать. Второе, мозги в стране для этого есть, в этой стране. Это можно сделать, то есть, это как бы возможность. Но есть опасность какого рода, что те, кто у власти, они как бы думают, они так не думают, ну, не способны так думать. И вот эта вот контора, почему я говорю о патриотических блогерах, они просто на работе находятся. Они будут, по сути... Вопрос же следующий. В какое из этих двух направлений будут вложены инвестиции, вот эти интеллектуальные? Я за этот вариант. Мне он нравится, он реалистичный, он будет, ну, как бы его можно сделать. Но что произойдет? Да, а реакция, которую я писал, апатия, это вот как бы сама по себе реакция. Вот как ее будет... Хороший этот пример, я все время этот фильм привожу, наверное, всем мозги уже закомпенсировал этим фильмом, «Свободный штат Джонса». Там есть сюжет в самом начале фильма, когда они сидят на болотах, беглецы, и их окружили со всех сторон, они сидят нам с жопа. Ну, все. И этот главный герой, который вот посвящен в фильм, он тоже со всеми сидит, он вдруг видит, что они все в таком унынии жопы, он встает и там толкает речь. Он их организует, они прорываются. Вот этот момент, о котором ты говоришь, вот ситуация жопа, она реально жопа, но куда ее вывернуть, это зависит от того, как мы ее осмыслим. Это вот наш человеческий ум нам для того дан, чтобы из всего делать силу. Ну, или во всяком случае, из того, с чем мы сталкиваемся, формировать нашу реальность.